МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне презентовали издание пятого тома книги памяти солдат и Победы. И еще стали известны планы майских праздничных мероприятий. Зачем страховка? Горожане жалуются, что при покупке билетов на междугородние маршруты их заставляют оплачивать ненужную услугу. Старинная традиция соблюдается. В неделю Светлой Седмицы звонить в колокола могут все желающие. Ну а теперь обо всем подробнее. Стало известно о планах по празднованию Дня Победы. И стартуют намеченные патриотические мероприятия уже через неделю. Так, например, с 22 апреля начнется акция «Георгиевская ленточка». А уже сейчас все желающие могут прийти с фотографиями родственников ветеранов Великой Отечественной войны в фойе Рязанского дворца молодежи и зарегистрироваться там на участие в акции «Парад победителей». О полном перечне мероприятий смотрите далее. Накануне состоялась пресс-конференция, где представители городской власти сферы образования, спорта и культуры говорили о мероприятиях, которые пройдут в нашем городе в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они пообещали, что к 30 апреля городские издания украсят более тысячи знамен Победы. Пройдут разнообразные акции. Например, с 1 по 10 мая акция «Помоги ветерану». Появятся скидки на продукты, бесплатный проезд в городском транспорте. В рамках акции «Сад Победы» на Скорбящинском мемориале приведут в порядок сад и высадят 40 деревьев. 22 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка». 24 апреля открытые уроки «Моей семьи. Война коснулась». Состоится также акция «Парад победителей», в рамках которой пройтись с фотографиями своих родственников-ветеранов войны на параде собирается около 4 тысяч человек. Записаться можно в Рязанском дворце молодежи. 6 мая впервые в городе на улице Почтовой пройдет Бал Победы, в котором примут участие все исторические танцевальные клубы. Народные гуляния пройдут также в Центральном парке, в городском парке, а завершится праздник на Площади Победы большим концертом и салютом из 70 залпов. Сегодняшний день, 16 апреля, знаменателен сразу двумя военно-историческими датами. 16 апреля 1934 года постановлением ЦИК СССР было учреждено почетное звание Герой Советского Союза. Это высшая степень отличия за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига. Этого почетного звания удоставили за совершение подвига или выдающихся заслуг как во время боевых действий, так и в мирное время. Первыми героями Советского Союза стали 20 апреля 1934 года семь летчиков, которые помогли эвакуировать из ледового лагеря на материк терпящих бедствия участников экспедиции и членов экипажа парохода «Челюскин», утонувшего в Беринговом море. Вообще, звания Герой Советского Союза были удостоены более 12,5 тысяч человек. Надо сказать, что подавляющее число героев появилось в период Великой Отечественной войны. И 16 апреля, 70 лет назад, началась одна из последних стратегических наступательных операций советских войск – Берлинская операция. Операция продолжалась 23 дня с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Как известно, завершилась Берлинская наступательная операция штурмом столицы нацистской Германии и победоносным окончанием Великой Отечественной войны. Кстати, в Рязани активно ведется работа по сохранению памяти о земляках, воевавших за независимость страны на фронтах Великой Отечественной войны. Накануне издан очередной пятый том книги «Солдаты Победы». В данном томе увековечены имена солдат и офицеров, призванных из Михайловского района. Презентация прошла в Горьковской библиотеке. Кроме поименных списков фронтовиков, в книгах представлены архивные материалы статьи о восстановлении и развитии народного хозяйства Рязанской области в послевоенный период, а также краткие биографические очерки и фотографии. В каждом томе содержится примерно 15 тысяч имен. Сегодня в библиотеке имени Горького прошла презентация пятого тома книги «Солдаты Победы». Это уникальное издание, которое раскрывает неизвестные страницы истории. В нем можно найти малоизвестные ранние факты, воспоминания о войне, аналитические, исторические очерки, написанные рязанскими учеными-историками. 22 июня 1941 года на территории Рязанской области, как и на всей европейской части страны, было введено военное положение. Большая часть мужского населения в годы войны была мобилизована в ряды Красной армии. Всего за годы войны было призвано более 300 тысяч рязанцев. Они сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Вернулась половина, а ныне здравствующих ветеранов можно пересчитать по пальцам. Мы сегодня понимаем с вами, дорогие друзья, как важно вспомнить все эти страницы великой, трагической и вместе с тем героической истории. На нас, представителях более молодого поколения, тех, кто идет и пришел на смену участникам Великой Отечественной войны, на нашем поколении лежит своя мера ответственности за Великую Победу. Именно нам нужно вновь отстаивать идеалы той Великой Победы. Именно нам предстоит передать тем, кто придет к нам на смену, истории, рассказанные нам живыми людьми, с которыми мы можем еще сегодня встретиться. И именно мы должны будем нести знамя Великой Победы дальше. Более 14 тысяч имен фронтовиков, вернувшихся с полей сражений, увековечены в книге памяти. В издании также включены имена тех участников войны, которые жили в послевоенные годы в Рязанской области. В пятом томе имена солдат и офицеров, призванных из Михайловского района Рязанской области. Солдаты Победы – это не только дань памяти тем, кто отстоял свободу и независимость нашего Отечества, но и научный документ, который позволит новому поколению изучать историю своего края и своей страны. А теперь о проблемах горожан. В нашу редакцию обращаются жители города, которым приходится регулярно совершать междугородные переезды. Они просят разобраться с ситуацией, когда кассиры автовокзалов без предупреждения пассажиров пробивают в билетах строку о дополнительных страховых сборах. Размеры этих сборов варьируются в зависимости от расстояния. Разбиралась в такой ситуации Оксана Тебенихина. Страхование жизни – вопрос серьезный. Пользуясь услугами междугороднего общественного транспорта, некоторые пассажиры не замечают, что при покупке билета на автобус им как дополнительную услугу пробивают и страховку. Это не редкость, ведь многие граждане не догадываются, что существует такого рода добровольно-принудительный страховой сбор. Тут все понятно. На информирование граждан по вопросу страховых сборов хорошим назвать нельзя. На ряде автовокзалов появилось объявление, что вот, пожалуйста, эта услуга добровольная, можете отказаться. Но не всегда люди читают те объявления, которые, по сути дела, у них перед носом. Отдавая деньги, они потом получают дополнительные квитанции, где написано, что вы застрахованы дополнительно в компании такой-то, такой-то на такую-то сумму. Какие есть права у пассажира? Во-первых, хочу сказать, что сам закон о защите прав потребителей не дает права никакому исполнителю навязывать дополнительные услуги. По первому требованию пассажира кассир обязан вернуть вот эту страховку, забрать эту страховку обратно. Жалобы поступают, но это все, конечно, зависит и от людей, потому что мы стараемся сделать, конечно, лучше в связи с нашей дорожной обстановкой. Вот даже за последнее время произошло три крупных ДТП с ужасными автобусами. И вот данная страховка, конечно, дает большой плюс. Там идут выплаты более миллиона рублей даже. Услуга, несомненно, полезная. Недавний случай это доказал. Около месяца назад одна из пассажирок рейсового автобуса, попросив водителя остановиться, вышла из автобуса, чтобы сходить в туалет. По какой-то причине женщина решила, что сделать свои дела ей необходимо на противоположной стороне дороги. Попытка пересечь проезжую часть закончилась плачевно. Пожилую женщину сбили насмерть. Сейчас вопрос с выплатой компенсации родственникам погибшей решается. Сейчас рассматривается возмещение ей страховой суммы. Можно ли воспользоваться этими услугами, когда случается какая-то беда? Да, действительно, когда происходит что-то, и дополнительные гарантии того, что вы застрахованы, хотя полис вам не выдается, вы можете предъявлять в дальнейшем требования или, не дай бог, ваши родственники, если случится более что-то серьезное. Поэтому внимательно смотреть на те документы, которые вам передают в качестве платежа за какую-либо услугу. 20 рублей, конечно, ничью жизнь не спасут. Но денежная компенсация родне будет весомая. Сомнительная радость, конечно. Да и случай этот, по правде говоря, единичный. И все же обо всех дополнительных платных услугах граждан информировать необходимо. Тем более, что перед съемочной группой нашей телекомпании кассирам, оказывается, эта труда не составила. Рязанские наркополицейские сообщают, что суд вынес обвинительное заключение по делу наркоторговца Ивана Кузькина. Его арестовали еще полтора года назад. А сбывал запрещенный товар этот деятель с помощью современных средств коммуникации, в основном через интернет. Торговать наркотиками – дело хоть и рисковое, но не хитрое. И если малолетние злоумышленники справляются с этой задачей на ура, то и взрослый образованный человек легко сможет реализовать пару сотен граммов вещества. Именно такой способ для заработка выбрал 30-летний рязанец. Между прочим, с двумя высшими образованиями – психологическим и юридическим. В процессе кропотливой оперативной работы был установлен сам торговец. Им оказался некий Иван Кузькин, житель города Рязани. Также были установлены адрес его проживания и возможное место хранения наркотиков. После этого, 13 сентября 2013 года, подозреваемый был задержан. В автомобиле задержанного, а также в его съемной квартире, оперативники обнаружили несколько свертков с наркотиками. А в арендованном им гараже хранились десятки свертков и капсул с различными синтетическими веществами, общей массой около 300 граммов. Банки с почти тремя килограммами марихуаны, лабораторное оборудование и удобрение для культивирования конопли. При этом сам преступник пояснил, что синтетические препараты он продавал, а каннабис хранил для личного употребления. Он пробовал себя в разных профессиях, в том числе преподавал право и хорошо знал все диспозиции статьи Уголовного кодекса, предусмотренных за незаконный оборот наркотиков. Однако последнее время посвятил именно наркоторговле. Октябрьский районный суд Рязани признал мужчину виновным в совершении сбыта, приготовлении к сбыту и хранении наркотиков в крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 4 года и 2 месяца. А теперь о хорошем. На Пасху и Светлую Седмицу во многих храмах соблюдают древнюю традицию. В промежутках между службами позволяют звонить в колокола всем желающим. Где-то колокольни открывают настежь, где-то прихожаны обучают азам церковного звона. Рязанские звонари тоже стараются соблюдать старинную традицию. Традиция возникла в 18 веке и просуществовала до 1918 года, когда на Пасху звонили в последний раз. Возродилась она в начале 90-х. Обычно сотрудники храма присматривают, чтобы по неосторожности никто не свалился с колокольни или не повредил колокол, излишне усердно дергая его за язык. Нам в школе сказали, что мы сегодня пойдем звонить в колокола. Это уже второй раз, как я звонила, мы ходили сюда новую в том году. Мне очень понравилось. Тоже звонила на плаговисть на самом прошлом. Оказывается, от сильных ударов колокол может потерять голос. Его можно разбить. Существует и множество других опасностей. Поэтому не стоит обижаться на запрет и подниматься на колокольню в отсутствие профессионала. Вообще традиция очень древняя и связана с тем, что люди 40 дней несут пост и готовятся к светлому Христову воскресенья, к Пасхе. И когда наступает светлое Христово воскресенье, наш Пасх, весь мир радуется. И Господь всем дает возможность вместе сорадоваться, вместе общаться. И отцу пошла такая традиция, что на светлое Седнице всем желающим доступен этот молитвенный труд. То есть можно каждому человеку попробовать позвонить в колокола, послужить в ангельском чине и почувствовать, и разделить эту радость Христово воскресенье. Страшные удары рождают неправильный звук. Колокола начинают болезненно визжать. Упор надо делать на аккуратность и бережность. Самое лучшее – звонить вместе со звонарем, вслушиваясь и аккуратно вплетая свой подзвон в его звоны. До конца пасхальной недели еще можно успеть воспользоваться этой редкой возможностью и стать автором уникальной музыкальной мелодии пасхального перезвона, которую услышит вся округа. И это был завершающий наш выпуск видеоматериал. Ну а в программе подробности, которая последует после выпуска новостей, разговор пойдет о текущем состоянии и перспективах на рынке ипотечного кредитования. В беседе участвуют представители крупнейшего банка и строительной компании. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин